Но я не мог не сделать это видео. У нас сегодня второй случай за год, когда люди, а именно наши клиенты, попадают в состояние предательства. Сегодня речь пойдет о Шухрате. Это человек с российским паспортом, гражданин в прошлом Узбекистана, национальность у него узбек. Мы готовили его около двух с половиной месяцев. Где-то месяца два назад, когда он пришел к нам, мы должны были подавать его анкету. Мы сняли его с интервью, потому что он был не готов. В итоге он ездил себе, делал визовую историю и в конце решил, что он готов. Естественно, он в обход у нас начал искать себе компанию для того, чтобы подать на визу. И, как всегда, он нашел компанию «Русская Америка» Юрия Моша. Он обратился к нему, тот его буквально за два часа подготовил. И опять результат наших трудов, то, что мы делали больше двух с половиной месяцев, все пошло на смарку. Человек получил отказ. Ну и после отказа позвонил мне, я чувствую, что-то не то у него с голосом. Говорю, Шукрат, куда вы пропали? Нужно подавать на визу. Давайте посмотрим, что у вас там по сторонам кейса. Как я говорил, что визовая история – это важная часть для кейса, но есть и вторая часть, и третья, и четвертая. А у него была отработана только первая часть, то есть вторая часть деловой активности, она была вообще у него в очень плачевном состоянии. В общем, в итоге мы с ним пообщались, он нам рассказал, что да, он обратился к Юрию. Тот ему по-быстрому переправил на Екатерину. В общем, в итоге человек опять получил отказ и мотивирует отказ тем, что у него не было приглашения из США, он теперь начал требовать это приглашение от нас. Хотя тут уже приглашение никакой роли не сыграет, потому что в кейсе на туристическую визу важная часть – это визовая история и деловая активность. То, что человек берет из США, это всего-навсего 5%. Так что уже второй человек, который впадает в такое состояние, причем попадает в руки одного и того же человека, даже не юриста, а обыкновенного ютубера. У нас была до Шукрата девушка Анаркан, она тоже готовилась с нами 2 месяца. Пока я был в США, она решила, что она готова, хотя на экзамене, когда мы проходили с ней экзамен, выяснилось, что она не готова. Я сказал Анаркану, вам нужно готовиться. Она проигнорировала мою просьбу, и пока я был в Соединенных Штатах, она быстренько обратилась к Моше и подала. Он, в общем, в итоге опять завел ее в отказ. К компании «Русская Америка» у меня никаких претензий нет, это ваши клиенты. Просто жалко, мы на людей за те же самые деньги, что и вы, тратим больше двух месяцев, мы действительно лепим из них нормальных заявителей, в отличие от вас, ребята. В общем, чтобы этого не происходило, нужно обладать терпением, нужно слушать людей, которые профессионально занимаются этим. Если, допустим, я или Нина, наш юрист, или Рома, наш юрист, говорит вам о том, что вы не готовы, но то, что вы перепрыгнули через нас, пошли в другую компанию, и те вам наобещали, что вы получите визу, на 99,9% у вас будет отказ. Потому что мы уже много раз с этим сталкивались. Когда-то давно мы стояли возле посольства США, и сейчас, кстати, это делаем. Мы собираем статистики по отказам, видим, как люди идут, каким образом они заходят, с чем они идут, каким пакетом документов. То есть уже у нас сформировалась определенная картина, и мы рекомендуем терпение, терпение, еще раз терпение. Подготовка к американской визе – это серьезная операция, это серьезный подход, это труд прежде всего, что вам нужно быть готовым, и тогда вы получите и окажетесь в Соединенных Штатах. Ну, в общем, в итоге этот человек получил отказ, теперь он, я так думаю, поедет на острова. Это будут острова американские, где можно подать на политубежище, так как у него есть российский паспорт. Мы ему в этом поможем, мы ему сформируем грамотный кейс, включим его и в узбекскую сторону, и в российскую сторону. Но для Узбекистана обычно никаких проблем не бывает, потому что в Узбекистане двойное гражданство запрещено, но, тем не менее, я знаю многих узбеков, которые все равно идут на то, чтобы сделать российское гражданство, делают его, и после этого имеют проблемы, которые нам для кейса, в принципе, очень хорошо подходят. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadfizvisa.com в нашу группу в Facebook. Всем всего доброго, пока!